теперь так наверное последнее небольшое видеописьмо вам вот она некоторое заседине по семенам я нашел по ссылке вот это наверное ваша работа а вот по груши сварок я не нашел что мне с ней делать оставить на подой или все-таки использовать как прямой или корни собственными но я на всякий случай это спрашивает сергей сережка один это называется нашего полку прибыла биолог и где-то генетик вот и уже фильмы показывает снимает вот то есть он развитый разносторонний ну где-то добирается за счет именно практически с удовольствием то есть ко мне обращается вот и один из вопросов то есть сергей привет один за вопрос звучит так все-таки что сделать со свароком я сегодня только отговорил женщину специально позвонил всегда давайте телефоны мне так тяжело с вами общаться без телефона я тут же звоню и говорю понимаете вы заказали сварок вы же хотели чтобы он вырос семечкой был вкусный да а он с привкусом вот как выйти к использую как подой и прекрасный подой нет привать не хочу это вот жиросго женщины верю тогда давайте в это закажите чисто сладкую шанса то больше будет и причем я от сварога отговорил это чисто добросовестно сработало почему рядом с ним растет нарядные фильмы они вот так возможно когда посмотрим на деточек они будут свароги но красные но она же не селекционер и красная еще не означает что вкусная также чтобы передаться сварога а если от нарядной фильмы только цвет передаться из этого цвета красного она победила на международной выставке вот только из-за цвета у меня здесь по вкусней наряды и получается как по двое вот допустим и его не советую сергей сережка пожалуйста раз у меня совета спросили только у суриска вика игруша она не испортила вкус у 15-20 моих сортов вообще никак потому что вкуснее просто не бывает я бы сказал что может быть вкуснее было бы раскусине не бывает я с украины вот я ответил на ваш вопрос на молодом дереве они вот такие они вполне съедобные а потом проходит время вот я взял среднее дерево вот видите опять забор это снова моя рабица так это сосед где калитка забита я вам показывал слева огромное дерево это отстало от него опять же видите в два раза отстало ой я заболтался это было еще годами раньше вот она еще розовое было потом разовизна исчезает становится чисто желтым и огромный урожай и уже того куса нет но как по двое для средней полосы россии пойдет на новосибирской не пойдет все мое время стекло а приступить к тому что я хотел а вот вот это же вы мне железо у лео константиновича селевушка сергея новосибирского вот он меня я прям с экрана фотографировал вот он увидел мою грушу сварок и спрашивает что с ней делать вот а я его навязываю вот если взять последние десятки заказов я просто кладу даже когда не просит почему потому что я хочу чтобы кто-то написал через калет вы знаете сварок писали он красный я вот такой свинью подсовываю потому что вы по неволе становитесь селекционерами понятно да а вот и уссурийская груша вот сергей приватину уссурийскую грушу вот такие дела ну еще у меня осталась одна минута нет все не могу я короче смысл вот это публикация такой это официальная публикация здесь про высокоземостойкие сорта пусть они уральские алтайские красноярские это все полкультурки назовем да вот и рекомендуют их в таких местах где близко распоряжение грунтовых вод я с этим согласен мне не понравилось смотрите яблони желательно сажать на полукаллюковых видативных подбоях вот они ну те самые сушенькая палку от флукор не обошли так вот они имеют более поверхностную корневую систему чем сеянцы да согласен вот кроме того сорта должны обладать урожайные высокая зимостойкость рано ступать по отношению в общем наша песня хорошая а что а и срок 15 лет толковая добросовестная статья но я считаю так надо быть если уже так возможно кому-то надо именно чтобы человек покупал на этих подбоях у них очень слабая корневая система не падает вспоминайте железные эти жетонные столбы а подвязка ой я предлагаю просто прочитал вот это ничего не отрицаю все правильно но мой вариант мне кажется лучше вспоминаем близко грунтовой воды вишня пойдет сейчас сразу покажу последнюю а нет ладно по порядку вот это вот яблоня она привита она привита на сибирку здесь я все помню дело того что телевидение приезжало ко мне я когда взял этот ком вот этот ком прекрасный видите а там такой же вот такой а это я не развивал ком это другой сам упал ком упал а мне оказался прекрасный учебный материал вот проходит год вот после этого так внимание видели и мы имеем моментально за один год обрастает капитально то есть став самостоятельным вот это от мамы отрезана ведь поповина став самостоятельным вот он или так я так я продавал и все прекрасно растет и с такую славу заработал вот а вот это вот спустя год он такой давайте рассмотрим но это другое это не вот этот ну скажем похожий вот что мы имеем корней море и вполне заменит ту самую клоновая серекцию тут те самые палки порочные почему это все натурально морозостойкость есть все есть до центрального корня нет но именно для болотистых мест для близких грунтовых вод лучше его ничего не придумать это не абрикос который был помер вот то есть я опять начал поняли да прекрасно снимки вот кстати пятнышко вот потому что вот смотрите вот на этом дереве вот на этом дереве если пятнышко не будет пойди догадайся как глубоко садить и где север-юг вот а здесь все вот он продажный видно прекрасно что способ получится копыр пойдите мне найдите ту дыру которая на этих самых где привыка почкой и где на совершенно толстом подвое внедряется боковой побег а потом чик и вот такая ранища я вам показывал у доктора наук попробуйте мне найти тут рану пошли нет вот тут маленькая есть но это разные две большие разницы как говорят в одессе вот так вот получается что здесь вот яблони хреть шла я ничего не выдумал еще раз говорю это сибирская тайге не дефицит другое дело наша песня хороша их надо теоретически считается они несовместимы их надо еще замечать но для этого друзья мы с вами есть ну еще два слова слива где грунтовая вода я три пальчика загибаю это для яблонь где близкая грунтовая вода для абрикосов для слив когда вы привили яблонь абрикосы слива вы потом можете грушу сержим корнем вы потом на яблонь культурную можете грушу привить так на сливу можете персик привить алычу привить чтоб в голову придет еще кое-что так и наконец на эту вишню черешню то есть близкая грунтовая вода благодаря этому смотрите вот корневой отводок вот он это слива а это уже привито слива мной видите а это корневой отводок вот он был вот смотрите видите вот этот бок торчит это была пуповина обрезал так он оброс пока привился и за этот год он успел вырос и вверх и образ так вот и великая так это же ваш елки-палки это же вы это же ваша та самая рубашка которая на сотни фотографий да я да мой а откуда же у слива взялся вот этот самый а чем дело кому голову морочите никому дело в том что это из косточки есть специалисты которые говорят да отрезайте и садите там где близко грунтовая вода да на несколько лет оттянете неизбежное но из этих оставшихся побегов о этих как ну да корневых этих самых самых корешков один развернется и пойдет вниз и заменит его вот поэтому все равно это варварский способ отрезать можете использовать но век у сливы будет покороче чем у корневого отводка так что там у нас осталось но я эту тему развивать давайте следующий раз а то получится сами знаете куда меня все заведет это овечки доли пропустила это все оставляем до другой раз пять минут перебор наше время и стекло друзья я не знаю было ли пользу от сегодняшней лекции я очень готовился к ней я так старался чтобы однажды позвонили и сказали Валерий Константинович Москва вас слышит вот вот ну боюсь не дождусь но мы тем не менее смотрите вот ну еще еще антонаревич две минутки вот вот где это письмо то вот это которое такое мне вот это вот это вот это вот это вот это Нина Акимова вы понимаете на рынке торгуют то ли моими абрикосами то есть уже не евро но я же не чита я же не это не 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 слепой и вот это я сочинить не мог я даже не могу запятую добавить убавить видите вот так и пришло в таком виде так вот идем дальше на рынке покупатели не верили что эти абрикосы растут у нас значит абрикосами на рынок уже не завалил вы понимаете расползается наша технология мы можем Елена Александровна заводить свой питомник с голоду не помрем так вот Юлиска Матвеева завела питомник и вот и продает и уже рассказывал я про это но мы не пропадем ну не поможет наука ну будем сами и постепенно расползется все равно а ну вот пример то вот он нуляну что видели а вот на этом я я кого убеждаю правильно я себя убеждаю что не надо руки опускать вот а у меня еще на 20 вебинаров материал а я еще за архив не брался что там творится так все смотрите я иду на кухню на 5 минут вам даю 5 минут пойти чай попить и встретимся снова сейчас я вспомню где у меня тут вебинар